Друзья, ну и сейчас мы поговорим, собственно, каким образом мы попадаем на эти самые курорты. Здесь, конечно, не обойтись без услуг туристических агентств. И специалист в этой области находится в нашей студии. Анна Худик, директор туристического агентства. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Анна, ну расскажите, ваше-то отношение к курортным романам, тема сегодняшнего эфира. Ну, вы знаете, мне кажется, курортные романы, если один и другой человек, они свободны, почему бы и нет? Все равно же люди где-то знакомятся, но просто кто-то, например, познакомится на морском побережье, а кто-то в библиотеке или в ночном клубе, почему нет? Хорошо, а куда отправиться, если человек одинок, куда вы посоветуете ему отправиться? Ну, может быть, здесь стоит в таком ключе рассмотреть. Если ты едешь, хочешь там, как бы, курортный роман какой-то себе устроить, наверное, надо подбирать человека с какими-то одинаковыми, не знаю, там, хобби и так далее. Если увлекаешься искусством, может быть, есть смысл поехать в экскурсионный тур, например, в Италию, да, и там в автобусе познакомиться, потому что, в общем-то, в таких туристических группах люди тоже знакомятся. Или, например, очень нравится природа Алтая, нравятся лошади, в конный тур можно отправиться и там встретить свою половинку, почему нет? Ну, я даже такой опыт был на круизном лайнере у меня, подруга познакомилась, потому что это замкнутое пространство, да, и, собственно, так пошла замуж. Такое тоже бывает, почему нет? Масса романтических историй связана с круизами. Один титаник чего стоит. Анна, а вот сегодня Марина у нас стоит на позициях вот какого-то группового семейного отдыха. То есть мужчина в одиночку не должен покидать лоно семьи, поэтому места и такие комфортные зоны для семейного отдыха, вот в чем здесь ваши рекомендации? Вы знаете, ну, по статистике все-таки больше путешественников это семейные путешественники, то есть люди предпочитают ездить не раздельно муж и жена, а ездят с семьей. И, наверное, топ направлений, если мы еще про направления говорим, конечно, это те направления, которые предлагают гостиницы на базе «Все включено», потому что здесь риски минимальные, да, вы едете с семьей, взрослые, дети, дети могут быть разного возраста, подростки, постарше, помладше. Именно гостиницы с большими территориями на системе питания «Все включено» предлагают разнообразные развлечения. Все найдут чем заняться, и взрослые, и дети, и отдых будет такой, знаете, максимально гармоничный, наверное, для семьи, поэтому, ну, та же Турция, Греция, большинство отелей, ну, 90% практически работают именно в системе «Все включено». Сейчас эти направления открыты, да, можно отправиться? Что касается прямых вылетов из Красноярска, то сейчас, конечно, туристы выбирают Турцию, причем продолжительность туров, она может быть разная. Если нет большого, так скажем, времени, если большим временем не располагаете, нет длинного отпуска, можно улететь даже на неделю с семьей, почему нет? Неделя, 10 дней, 2 недели. И еще какой большой плюс, турецкие гостиницы, знаете, они так ориентированы именно на семейный отдых, как я уже сказала, и можно выбрать, допустим, номер не однокомнатный, а двухкомнатный, что очень будет удобно для семьи, будет у них снежная дверь, ну, будет два санузла, две отдельные спальни, это очень удобно. Еще один плюс, так скажем, одиночного плавания, это все-таки более компактный бюджет. Правда ли, что отдых на одного, ну, точно обойдется дешевле, или, ну, нет большой разницы между семейным и одиночным отдыхом? Ну, знаете, я здесь, наверное, бы поспорила, потому что одноместное размещение, оно всегда дороже, да, конечно, вывести семью на отдых, это просто другой бюджет, но в тех же гостиницах, например, на все включено, в Турции, есть программы, где дети проживают с двумя взрослыми в номере абсолютно бесплатно, поэтому можно заплатить за двоих, за проживание, да, я имею в виду, а поехать четвером. Еще можно заплатить только за проживание, поскольку система все включена. Это полезная информация сейчас для меня лично. Да, что? Конечно, просматривать нужно обязательно. Алексей, я имею в виду, что за билеты детям в любом случае придется в самолете заплатить, а проживание это бесплатно. Ну, зато на месте, когда вокруг столько еды, которая уже включена в стоимость вашего тура, потому что голова ни о чем не болит, ну, поэтому мы и ценим. Вот вообще голова не должна болеть, ни о чем. Абсолютно, ты на отдыхе. Да, ты на отдыхе, выезжаешь, только если ты один поехал, тогда голова, может быть, у мужчины будет болеть, потому что нужно завести курортный роман и все это делать по-быстрому, а женщин много, а нужно выбрать и все остальное, вот и мужчина, да? В этом и плюс системы все включено, когда вокруг столько еды, уже, знаешь, не до романа, сидишь и ешь просто. Анна, скажите, а сколько сейчас имеются востребованные эти направления? Успевает ли турагентство удовлетворить этот спрос? Есть ли дефицит? Как часто самолеты вылетают? Ну, в общем, насколько все сейчас после открытия этих направлений соответствует ожиданиям потребителей? Вы знаете, самолеты вылетают у нас несколько раз в неделю, причем летают разные авиакомпании, и есть даже возможность выбрать, ну, тот или иной тип судна, да? Вот есть одна авиакомпания у нас из Красноярска выполняет полеты на Боингах 3 Семерки-200, то есть это очень комфортный. Комфортный, да, такой самолеты. Два ряда, проход, четыре ряда. Ну, это сам большой Боинг, да, проход и еще два ряда, да, то есть это очень большой комфортный борт, то есть ты, когда летишь в самолете, ты даже немножко, ну, не понимаешь, нет ощущения вот этого замкнутого пространства. Несколько раз в неделю летают несколько авиакомпаний, в принципе, загрузка достаточно хорошая, и после того, как открылась Турция, ну, такой небольшой секрет, открою, у нас были туристы реально, кто отказался от отдыха в России в пользу Турции. И я понимаю этих туристов. Да, я тоже этих туристов понимаю. Во-первых, все пассажиры садятся в самолет с ПЦР-тестом, а с 1 июня туристам российским разрешили, если у них есть сертификаты вакцинации, даже ПЦР-тест делать не нужно. То есть это, знаете, такой безопасный полет, и в гостиницах, я просто сама лично была в Турции в прошлом году, когда только это направление открыли, и посмотрела, насколько они серьезно относятся к безопасности туристов, насколько все меры предосторожности у них очень хорошо соблюдаются, поэтому своих туристов, честно, я в Турцию отправляю, вот прям с легким сердцем, знаю, все будет хорошо. Ну, и отказ от отдыха в России в пользу Турции, это еще и способ сэкономить, друзья. Я согласна с вами, да. Скажите, в заключение, просто вот вся необходимая документация, информация в связи с ковидными условиями, безусловно, есть, несмотря на то, что направления открыты, что необходимо иметь, за сколько дней до вылет, и так далее, и так далее, но чтобы люди не испытали дискомфорта, примерно. Ну, смотрите, важно, наверное, если есть возможность, все-таки, ну, большинство, наверное, да, туристов, я бы рекомендовала сделать прививку, если у вас, допустим, до отдыха есть еще какое-то значительное время, месяц или два, если вы в конце лета, например, планируете поездку, вы как минимум сэкономите деньги, да, вы не будете делать ПЦР-тест на вылете, ну, и будете себя более хорошо чувствовать. А также надо понимать, что у всех туристов, которые улетают в Турцию, в их стандартную медицинскую страховку, которая все-таки с покрытием 40 тысяч евро на человека, у них ковид включен, да, как страховой случай, то есть, если не дай бог что-то случится, это уже все туроператорами предусмотрено. Ну, наверное, маски с собой взять в полет, а там уже на курорте в Турции уже по прилету будут и тепловизоры, и в гостиницах, все меры предосторожности соблюдены, просто ждут туристов, чтобы приезжали, купались, загорали, витамин Д на солнышке, море, оздоровление, потому что, ну, ни для кого не секрет, чтобы не заболеть, нужен иммунитет крепкий. Все правильно. Главное, чтобы вы были здоровы. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух, а здесь уже до курортного романа недалеко. Ну, и последний вопрос, самый главный, наверное, который волнует наших зрителей, приблизительная стоимость такой путевки на человека или сразу на двоих, для того, чтобы рассчитать какую-то стоимость? Ну, смотрите, на самом деле стоимость тура, она зависит от разных факторов. На какое количество ночей вы планируете поехать, в какой период? Ну, ни для кого не секрет, что, например, в июле туры в Турцию или в любую другую страну будут дешевле, чем, например, в августе. В августе просто цены в гостиницах выше. Но вот на прошлой неделе мы продавали туры в Турцию, 3 звезды, 21 тысяча на человека, это тур на 8 дней, 4 звезды, 28 и 5 звезд, 38 тысяч. Сюда включен авиабилет, проживание и все включено. Какие-то волшебные цифры. Конечно, конечно. Все достаточно. Интересно, стало интересно. Да. Большое спасибо. Только не одному. Только один не тысяч. Думайте сами, решайте сами, вы взрослые люди, и здесь уже решение за вами. Анна Худик, директор террористического агентства, порадовала, не скрою, порадовала хорошей информацией о потенциальном отдыхе, который возможен, друзья. И вы не упускайте свои возможности.